Улицу Корабулина водители сравнивают с картофельным полем и полигоном для танков. В дороге колесо отбивает веселую дробь и шумом проваливается в огромные ямы. И так круглый год. Уже делали раз семь. И все время одно и то же. Пять сантиметров асфальта вкладывают. Все разваливается снова. Все эти дороги были рассчитаны на 30 лет. Они давно уже износились. И вины подрядчиков никакой нет. Должно быть вкладываться серьезное средство. Надежды на то, что на улице Корабулина когда-нибудь появится новый ровный асфальт, у автомобилистов почти нет. Чтобы сохранить колеса и подвеску родного автомобиля, некоторые водители готовы сами заделать большие ямы. Другие водители полагаются на госавтоинспекцию и прокуратуру. Люди жалуются в надзорный орган. Регулярно направляют сюда информацию о ненадлежащем содержании дорог и госавтоинспекция. В прокуратуре проводилась проверка по обращению граждан о ненадлежащем состоянии улицы Корабулина города Ярославля. В ходе проверки данные факты нашли свое подтверждение. Например, в районе дома 103 по улице Корабулина ямочность превышает в длину более 1200 сантиметров, шириной 250 сантиметров и глубиной более 8 сантиметров. В прокуратуре отмечают в ямах и ухабах вся дорога. А теперь сотрудникам Департамента городского хозяйства мэрия Ярославля предстоит отвечать перед судом. Очередному иску городские власти не удивлены. На 1 января уже вступивших в силу судебных решений по дорогам в Ярославле 60. Сумма, которая потребуется на ремонт – более миллиарда рублей. Да, к сожалению, так у нас сложилось, что нехватка финансовых средств из этой скудности нам приходится. К сожалению, не только мы не можем, не успеваем делать дороги, которые бы запланировали, но и необходимо, конечно же, исполнять судебные решения. Денис Зайцев отмечает, чтобы содержать ярославские дороги в нормативном состоянии, в год нужно около 3,5 миллиардов рублей. Сейчас у городских властей есть только 10% этой суммы. Что касается улицы Корабулина, то в этом году дорожники обещают хотя бы отремонтировать примыкание к Большой Федоровской и установить бордюры. Юрий Коучин, Сергей Мазилов. День в событиях.